Всем привет, дорогие друзья, с вами Игорь Хорцев, и это мой обзор. Хочу вам рассказать про очень интересную игру, которая называется Org Smooth D3. Она очень интересна тем, что это Ever Defense. Более может для детской аудитории, может для хардкорной, кому интересно. Вы ведь не думаете, что тут всё так просто? Поставил ловушку и стою себе столбом. Нет. Тут есть прокачка оружия. В данном случае я выбрал героя Тая. У него лук, он прокачивается, есть атаки, как и сильная правая кнопка мыши, удерживаемая, несколько выпускает стрел во врагов и требует перезарядки ман. Так и первая атака выстрелом, точным в тело орка. Мана восстанавливается по времени, смотря на сколько вы прокачали, удерживая лук вы можете наносить суперудар. Что я могу сказать об игре? Очень интересный пошаговый геймплей с Tower Defense, получение очков и удовольствие. Потому что поставить ловушку и смотреть, как на неё подрывается очередной орк, ругаясь на русском языке. Где моя нога? Этот меч слишком тяжёлый, дайте мне работу полегче. Это очень здорово. Что можно сказать о геймплее игры? Он идёт строками, сценарием. Некая ведьма Люсинда рассказывает нам историю про борца, который был в предыдущей части. Если хотите, посмотрите Орк Диа 1 и 2. Я же их пропустил, я сразу третьей части ждал, где есть геймплей, где есть русская озвучка. И, конечно же, здесь есть уровни. Разные боссы, разные виды врагов. От супер бегущих мелких прытких, на которые подсрабатывают ваши ловушки, до маленьких гоблинов, до жирных огромных орков, которые почти всё ни по чём, кроме выстрелов в лоб, конечно. Геймплей, затягивающий, невесомый каждый уровень, это несколько черепов. Если вы не пускаете ни одного орка к себе на базу, проходите до последней атаки и всё делаете правильно, то получается 9 черепов. Эти черепа можно обменять на улучшение. Улучшение поддаётся как и лук, так и, конечно, оружие, так и все ловушки. Улучшать можно урон, так и особые физические свойства. Вот на примере ловушка, которая поднимает вверх врагов и опускает, нанося им урон. Тоже очень классная вещь. Также есть смоленные ловушки, которые замедляют врагов, которых тоже можно прокачивать. Есть очень интересная история, которую нам рассказывают по ходу сюжета, и, конечно же, сценарий, который вам не даст заскучать. Поэтому, если вы задумаетесь скачать орг DL3, то готовьтесь к интересному магическому приключению, потому что здесь не только история, но здесь очень интересный геймплей, который не сводится к одному тыканью клавиш, а действительно надо думать, где поставить ловушку, на что потратиться, на что нет, потому что очков даётся очень мало. Натиски будут идти в двух направлениях. Вам надо держать не одну дверь, а сразу две. И тем самым это очень круто, потому что вы просто не успеваете соскучиться, потому что вы держите двери, вы получаете удовольствие, покупая новые ловушки после того, как заработали на них. Ну и суперприёмы. Вот как вы видели сейчас стрелы. Очень интересная игра, юмор, как я вам говорил ранее. Ну и просто я вам советую поиграть в эту игру. Может, для вас она будет очень классной, потому что действительно игра очень классная. Она стоит своих денег, а стоит она ровно 10 долларов, либо 3000 российских рублей. И также вам говорит про каждого соперника, который появляется. Вот кобальтов рассказали, что заставляют срабатывать ловушки. Их нельзя пропускать, гадов этих порталов ни в коем случае, потому что они могут такое утворить. И гоблины обычные, которые медленно идут. Вот, игра очень прикольная, интересная. Я её лично уже поиграл 12 часов. Она действительно стоит, она интересная. Но вот сейчас немного мы посмотрим геймплей. Как видите, даже на сложном уровне можно легко пройти, просто зная, попадая по врагам, зная, как их убить. И, конечно, небольшую тактику от вас этого ничего не потребует, но просто, чтобы вы знали, что надо небольшая тактика. Так же не забывайте про обширную прокачку, которая здесь имеется. Можно кастомизировать всё и вся. Ловушки делятся на разные классы. Наземные, воздушные. И магические. Много видов врагов. Пока вам показаны 4, которые я открыл. И уязвимости. Врагов показаны. Так же можно выбирать ловушки. И всего их можно поставить внизу 7 штук. Главное, сейчас видите на экране 5, плюс мой лук. Ну, такой незатейливый, интересный геймплей, который понравится как и вашим детям, так я думаю взрослым, кто любит тавер-дефенс, их очень мало. Вообще, качественных вообще очень мало. Тут видите, как круто. И они ломают и ворота тут. И такой вот неспешный геймплей. И такие вот, как я для них построил острые когти, которые не дают им пройти в портал. Нижние подрывают их ноги, а боковые атаки, которые стоят на стенах, рвут их на части и не дают пройти. Вот если так просто проектировать ловушки на уровне, то вы сможете очень легко пройти игру. Правда, чем дальше, тем сложнее, поэтому вам советую прокачивать первоначальные ловушки всегда до максимума, как я. Тогда у вас не будет проблем. Ну и лук, конечно же, надо прокачать, потому что без него урона вообще никакого нет. Ну и в лыче вы можете получить, поэтому готовьтесь брать лечебные смази, лечебные зелья. Ну и будете танцевать, когда будете выигрывать. Так что... Это был небольшой обзор на игру Орг Диа-3. Надеюсь, вам понравилось, и сейчас вам предоставляю тишину и время насладиться остальным геймплеем. Если вам эта игра понравилась, конечно же, скачивайте. Ссылку я укажу в описании. Всем спасибо, пока-пока. Враг собирается прорваться через одни из ворот! Дверь пала! Дверь пала! Поверить не могу, сработало! Кто следующий? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok